Домовой совет Медицинский лохотрон. В Москве одна из частных клиник зарабатывает на ложных диагнозах и приписывает допуслуги. К примеру, за удаление хряща просят 16 тысяч рублей. Удаление у нас стоит недешево. И она назвала сумму 16 тысяч. Видит мое лицо, говорит, хорошо, мы вам сделаем скидку 3 тысячи. Почта России после вмешательства Нижнетагильского центра защиты прав граждан начала служебную проверку в отношении начальника Верхнесалдинского почтамта. Рена Гаджиева, так зовут руководителя местной почты, по словам сразу нескольких стариков, не выдает им пенсии. Вместо денег она приносит им продукты, а квартиры, где они проживают, переписала на себя. 85-летняя Валентина Кокшарова живет на кухне между холодильником и раковиной плитой. Раньше вся квартира принадлежала пенсионерке, а сейчас, как следует из коммунальной квитанции, жилплощадь оформлена на некую Рену Гаджиеву, начальника местной почты. Деньги получают, не дают мне денег там. Вот праздливают все. Один раз давала мне только одну тысячу. Ну я тебе деньги тоже. Вот так вот говорите. На кухню пенсионерка съехала нынешней зимой, после того, как к ней в квартиру подселили соседку Ольгу Суханову. Женщина объясняет, сама стала жертвой мошенников. Чтобы не платить большую коммуналку, прошлой зимой она решила поменять двухкомнатную квартиру на однокомнатную. О ее планах узнала начальник почты Рена Гаджиева и предложила женщине совершить обмен с доплатой в 400 тысяч рублей. Она меня тоже возила, вот возила по всяким катастрофам, по ЖКО, везде по ЖУ, катала-катала. Все, ну давай паспорт, я тебе прописку сделаю. Все, перевезла мне сюда. Бабушку перевозить не буду, я вот так, а как? Я тогда не понимаю, чья квартира. В итоге Ольга Суханова осталась и без двухкомнатной квартиры, и без денег. Сейчас женщина наняла адвоката и через суд пытается вернуть жилплощадь. Сделать это мирным путем у нее не получается. Ольга Львовна неоднократно обращалась с просьбой Гаджиевой вывести бабушку. И в один момент она сказала, эта квартира вообще не моя, а как шаровой. Ничего, никакую квартиру я на вас не оформлять не буду, и никакие деньги эти не должны. Документы подписала, все. Примерная рыночная стоимость двухкомнатной квартиры – миллион двести. Я ветеран войны. 85-летний Афанасий Анфалов тоже стал жертвой обмана. Старик живет в соседнем подъезде, в гости к нему захаживает. Начальница почты. Вместо положены пенсии, а это 20 тысяч рублей. По словам пенсионера, Гаджиева оставляет только еду, и то не всегда. Мне пенсию на руки не дают. Кассир забирает себе, живу, меня раз приходят покормить. Но когда придут, когда не придут. То, что начальник почты присваивает денежное пособие и оформляет на себя квартиры одиноких пенсионеров, вскрыло и совершенно случайно, когда в канун 9 мая в гости к пожилым людям заглянули воспитанники детдома. Ветеранов наших поздравляют с праздником Победы, общаемся с ними, дарим какие-то подарки, поделки наши. И вот он нам поведовал о том, что ему не платят пенсию. Сама начальница почты все обвинения в свой адрес отрицает. А какой именно пенсионер? Например, Анфалов. Ой, про него знаем все. А что его это? За что он всегда жалуется. Вы приходите, пожалуйста, на почту в день пенсии 13-го и получайте вместе с ним. После обращения программы «Домовой совет» к руководству Почты России и службы безопасности предприятия тут же начала собственную проверку в отношении своей сотрудницы Рены Гаджиевой. Начальник отделения связи номер 3 «Верхняя солдат» с сегодняшнего дня уволена из этого отделения. Она больше не работает в почте. Мы надеемся на помощь правоохранительных органов. Кроме того, юристы Нижнетагильского центра защиты прав граждан от имени пострадавших уже обратились в правоохранительные органы. В настоящий момент проводится доследственная проверка. После окончания доследственной проверки будет принято процессуальное решение. В ходе разбирательств выяснилось, что предприимчивый почтальон оформил на себя 15 квартир одиноких пенсионеров. Мы доведем эту ситуацию до конца. Мы заставим, чтобы правоохранительные органы привлекли к уголовной ответственности всех виновных. В том числе чиновников, которые закрывали на это глаза. Но важно, чтобы граждане не были равнодушными. Они приходили в центр и эти проблемы ставили. Не надо бояться. Мы должны понимать, не все в России укуплено. Поймите, Россия это не олигархи, не чиновники. Это простой вот российский человек. Пенсионер, рабочий учитель. Полиция сейчас собирает улики для возбуждения уголовного дела. Ускорить следственный процесс просят и сами пострадавшие. Они боятся, что Рена Гаджиева просто сбежит за границу. По их словам, после поднятой шумихи она уже отправила своих детей на родину в Таджикистан. Вы никогда не задумывались, почему наша элита лечится за границей? Просто потому, что у них есть деньги? Нет. Думаю, дело в другом. Они не готовы доверять свои деньги той системе, которая сложилась здесь. Государственное здравоохранение из-за долгого недофинансирования у нас далека от идеала. А в частных клиниках нас могут просто обмануть. Хотя деньги возьмут очень приличные. О рисках коммерческой медицины смотрите в нашем сюжете. Написать на синий адрес и не обращаться. О том, что за этой дверью располагается по мнению пациентов медицинский лохотрон, так сразу и не догадаешься. Неприметное крыльцо без вывесок, внутри портреты улыбчивых врачей, радушная надпись. Добро пожаловать. Только вот сами клиенты ничего доброго о визите сюда сказать не могут. Наталью Борисовну в эти стены привел укус клеща. Удаление у нас стоит недешево. И она назвала сумму 16 тысяч. Видит мое лицо, говорит, хорошо, мы вам сделаем скидку 3 тысячи, то есть 13. Я говорю, побойтесь бога, я льготница, я блокадница. В гончарный проезд пенсионерка пришла по старой памяти. Раньше здесь располагался обычный травмпункт. Оказалось, что сюда уже давно заехала частная клиника Медхелп. Наталья Борисовна и предположить не могла, что простое удаление клеща ей обойдется в 13 тысяч рублей. Вместо элементарного пинцета или зажима хитроумные медики использовали современный аппарат Сургидрон. Это какой-то радионож, который, это так, причем я кратко посмотрела совсем, который применяется при косметических операциях. А вот и сам перечень манипуляций, за которые пришлось заплатить клиентке. В нем значится не только аппарат Сургидрон, но и анестезия за 2 тысячи, а также капельница за 3 с половиной. Однако пенсионерка точно помнит, что ни уколов, ни капельницы ей не делали. Уже дома Наталья Борисовна поняла, что ее просто развели на деньги. Не бойся, мы спрячемся от дождя. Анастасия Бергман в этой же клинике поставили диагноз бесплодие. Сейчас у девушки уже подрастает дочь, а скоро на свет появится и второй ребенок. Анастасия рассказывает, что приговор ей вынесли без единого анализа и тут же предложили пройти обследование на кругленькую сумму больше 100 тысяч рублей. Только чудом ей удалось вырваться из лап предприимчивых врачей. Она мне показывала во время УЗИ, что вот у вас тут спаечный процесс. По сути, какой спаечный процесс? Может быть, 18 лет. Я сейчас уже об этом понимаю, но тогда я как бы ужас. Что это значит? Это значит, что ты не сможешь забеременеть. Сразу такое обращение психологически на «ты». Ты не сможешь забеременеть, у тебя будут проблемы. Более того, скорее всего, это все инфекция. И это не единственная история о жадных медиках и бесполезных анализах. В интернете создан целый сайт о клинике Медхелп, куда пострадавшие выкладывают свои истории. Причем, по их словам, лечение от несуществующих болезней здесь поставлено на поток. Пример с пенсионеркой Натальей Григорьевой. По словам специалистов, для удаления клеща не нужна капельница и тем более специальный нож, который применяется в пластической хирургии. Сделать это можно обычным пинцетом. Могу сказать, что некоторые манипуляции, которые были там описаны, они не имеют никакого отношения именно к удалению, например, того же клеща. То есть многие моменты не были указаны, а многие моменты были добавочные. Эксперты подчеркивают, на горе медиков можно и нужно жаловаться в Роспотребнадзор и полицию. Сейчас юристы Центра защиты прав граждан от имени пострадавшей пенсионерки готовят обращение в надзорные и правоохранительные органы. Ведь в действиях врачей клиники за навязанными услугами и постановкой заведомо неверного диагноза просматриваются признаки мошенничества. А это уже уголовная статья. Более того, правозащитники будут добиваться, чтобы клинику Медхелп и вовсе лишили лицензии. Это был Домовой совет. Программа, созданная при поддержке Центров защиты прав граждан. Именно туда обращаются люди, которые готовы отстаивать свои права. И именно там они получают важную для защиты своих интересов информацию. Узнать о работе Центра в вашем городе вы сможете на сайте справедливо.центр. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин